Впервые на сцене Дворца культуры Горняков прошел показ детского балетного спектакля «Алиса и ее необычайные приключения». Премьера сказки состоялась в столице, которая прошла с большим успехом и общественным резонансом в области хореографического искусства. Как прошел показ в Караганде, вы узнаете в следующем материале. Детский балетный спектакль поставлен по мотивам повести сказки Льюиса Кэррелла «Алиса в стране чудес». Вместе с Алисой, Чичурским котом, кроликами Красной королевы на сцене Дворца культуры Горняков выступили 130 человек из разных творческих коллективов Астаны. Детский балет такого масштаба в Казахстане ставится впервые. К тому же все исполнители не являются профессиональными танцорами. Возрая с маленьких талантов от 4 до 12 лет. Я играю кота. Мне очень нравится моя роль кота. Потому что я там много выхожу, и там мне надо изображать страх, радость, удивление. Мяу! Мне эта роль очень нравится. В ней я как бы по-настоящему падаю в кроличью нору, попадаю в волшебный сад. Как будто бы на меня поправденно нападает карта воина. Мне этот спектакль очень нравится. Я рада, что я участвую в этом спектакле. Кролик там суетится, он суетящийся кролик. Он там везде суетится, везде все выполняет, везде все торопится. И всегда на часы смотрит особенно. У тебя, наверное, поправдил и сам такой оператор? Чуть-чуть. Юные артисты обучаются в столичной школе танца «Ренессанс». По словам преподавателя школы, дети смогли задать достаточно высокую планку для будущих постановок. По-настоящему сказочная декорация помог создать творческий коллектив Каравинистского музыкального театра комедии. А выразительные и красочные костюмы придумал известный дизайнер-модельер Карл Лаабишев. После написания сценария шла тщательно подборка музыки. В целом к спектаклю готовились полгода, говорят студенты Казахской национальной академии искусства имени Жургенова, которые не осуществили постановку. В Астане все зрители были в восторге, им понравилось, мы счастливы, и дети тоже. Дорогие карагандинцы, я счастлив сегодня представить вам нашу совместную работу, спектакль «Алиса и ее необычайные приключения». И хочу вам пожелать, чтобы вы тоже жили в сказке и верили во все хорошее, потому что это все случается, все сбывается. Свидетелем уникального проекта стал Юаким Города. Он убежден, что все получили эстетическое удовлетворение и новый творческий импульс. В словах благодарности от имени всех карагандинцев глава города отметил, что нужно гордиться тем, что существуют такие творческие союзы, поднимающие творческий уровень стреми на хороший уровень. Я хочу от имени всех карагандинцев, от юных карагандинцев искренне поблагодарить школу танцев «Ренесанс» города Астана. Весь этот юный коллектив, руководителей школы, хореографов, педагогов, искренние слова благодарности вам за то, что вы принесли в наш город такой праздник. После спектакля творческий коллектив отправится за новыми вершинами, покорять сердца уматинских зрителей. А на еще в объекту Лиги Нарушицев Евгений Афанасьев, Первый карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова